Можно с полной уверенностью утверждать, что еще никогда за всю историю человечества структурные изменения в информационном поле не были столь грандиозными и значительными, как сейчас. Информационные технологии, роботизация и уберизация, а также собственно искусственный интеллект превращаются в своеобразный экзоскелет нашего мозга, а это естественным образом приводит к неизбежной атрофии интеллектуальной функции. С мозгами как с мышцами. Если их функцию выполняет какой-то сторонний агрегат, то они медленно, но верно усыхают. Но из-за когнитивных искажений мы субъективно занижаем значение происходящего. К переменам мы стали привыкать быстро, а собственных изменений не видим, потому что не с чем сравнить. Все человечество меняется разом. Правда в том, что если нами и будет управлять искусственный интеллект, то у этого интеллекта с человеческим разумом не будет ничего общего. И именно поэтому он будет намного умнее нас. Когда компания Google только начала придумывать свой автомобильный автопилот, она планировала создать робота-водителя, подобного человеку. Но скоро стало понятно, что это тупиковый путь. Слишком криво и неэффективно человек решает эту элементарную по сути задачу. Добраться до места, соблюдая ПДД и ни с чем по дороге не столкнуться. Выяснилось, что для создания автопилота не нужен ни человекообразный робот, ни особенный автомобиль. Достаточно предоставить искусственному интеллекту все данные, относящиеся к задаче, и он справится с ней сам. Без нас и лучше нас.